Здравствуйте, дорогие друзья! Мы видим сейчас, что коррупция просто съела одичалых имитаторов российской государственности. Какую проблему вы не увидите? Смытые дамы Баворски, террористические акты в Москве, засилие мигрантов, нулевое качество строителя, даже в Москве. Все это упирается в коррупцию. Любая проблема упирается в коррупцию до такой степени, что многие совершенно искренне считают ее основой российского государственного строя. И когда это считают государстве, то, соответственно, стараются заместить носителей русской культуры, которые считают коррупцию преступлением, носителями других культур, которые считают коррупцию нормальной деловой транзакцией. Причем считают необходимым заместить, даже будучи лично честными людьми, даже лично не будучи увлеченными в коррупцию. Просто потому, что когда многие чиновники считают, с моей точки зрения, ошибочно, коррупцию основой государственного строя, то получается, что весь народ является врагом этого государственного строя. И, соответственно, его нужно, если не напрямую ликвидировать, то заменить на более толерантных и более приспособленных к коррупции массы людей. Коррупция разрушает наше общество и нашу жизнь. Именно коррупция повышает цену, уничтожает рабочие места, грабит нас каждый день, даже если мы это не сознаем. Государство очень красиво бьется с коррупционерами, с отдельно взятыми. Вот сейчас там в Росавиации разбирались, вернее, разбирают сам. Выяснилось, что чуть ли не Украине списывали исправные вертолеты, исправные самолеты и продавали их чуть ли не Украине во время боевых действий. Красиво бьется с коррупционерами во всех сферах жизни. Это такая красивая игра, но при этом, пока вы боретесь с коррупцией, вернее, пока вы боретесь с коррупционерами как с людьми, а не с коррупцией как явлением, не меняя порождающую эту коррупцию правила игры, соответственно, это на публику. Надо понимать, что жестокость сама по себе не поможет. В средневековом Китае, например, с казенных взяточников иногда набивали чучело и сажали в кабинете преемника для страстки. Западные путешественники описывали чиновников, которые вымогали взятки в компании такого чучела, а то и двух таких чучел. Потому что в определенных правилах игры у человека просто нет выбора. Или он становится нищим, как и все население страны, или он идет в чиновники, но и тогда он занимается коррупцией, даже если это опасно. Между тем взятка не неизбежное зло и даже не народный танец, о котором более ста лет назад писал еще Аркадий Аверченко. Механизм самоочищения самый гнусный, самый разложившийся власти прекрасно известен. Надо всего лишь запустить его. Политическая воля, на нехватку которой так любят сетовать в нашей стране, нужна именно для запуска этого механизма и поддержания его работы. Не больше. Ну вот как дернуть трос, чтобы двигатель затарахтел. И все. И достаточно. Понятно, что вор должен сесть в тюрьме, а не во власти. А награбленное им должно быть возвращено народу. Ну правда, со вторым уже большие проблемы, потому что огромное количество представителей власти кричит. Нет, нет, ни в коем случае. Воровство должно оставаться лучшим видом бизнеса в Российской Федерации. Ну когда министр экономического развития, господин Улюкаев, принимают, как если я правильно помню, за вымогательство взятки у крупной государственной компании. Сажают в тюрьму, он сидит, он выходит. И его встречают на кавалькаде черных лимузинов, огромных, колоссальных. Некоторые из которых даже без номеров заезжают на территорию колонии. Понятно, что это работает то, что, как я понимаю, то, что он украл, но на чем его не поймали. То есть огромное количество дичанок считает, что ладно, черт с вами, пусть вор посидит, но потом, когда он из тюрьмы выйдет, ему должно доставаться все, что он украл. Ну там, за маленькими исключениями. Для освобождения российской государственности из пленок коррупции и, с другой стороны, с подозрениями в ней, надо сделать всего-навсего два шага. Только два шага. Первый. Надо установить, по примеру, в Италии, что взяткинодатель при сотрудничестве со следствием освобождается от ответственности, гарантированно полностью и автоматически. А никак у нас частично и лишь в случае совпадений, возникновения и совпадений двух несвязанных друг с другом желаний. Судьи и следователи. В Италии они ликвидировали мафию как политическую силу на севере и в центре и существенно ослабили ее влияние на юге. А в Италии сделали очень просто. Они зафиксировали, что если взяткодатель приходит в суд и в суде свидетельствует, рассказывает, как он дал взятку, с него снимается всякое, все обвинения. Это возлагает всю ответственность на организатора коррупции, на чиновника, разрывая круговую поруку, которая объединяет его с жертвами. Ну и, соответственно, лишает его жертв, ну или его растлителей, если уж мы говорим о бизнесе по-честному, стимулов к его защите. Потому что вполне может быть и неприятной для чиновника ситуация, когда его развращает, его совращает коррупционер, уговаривает принять взятку. В конце концов уговаривает, а потом тут же спокойно сажает в тюрьму. Это очень аморально, но с точки зрения общества это абсолютно необходимо. Второй необходимый шаг. Нужно ввести, по примеру, США, где это было сделано в рамках законов РИКО, кодекс о борьбе с организованной преступностью, полную конфискацию даже добросовестно приобретенных активов, кроме необходимого для самой скромной жизни, семей и семей близких родственников членов организованной преступности. Включая коррупционеров, потому что коррупция власти всегда связана с мафией. Одиночного коррупционера из власти вычищают просто в порядке конкурентной борьбы. Так вот, даже добросовестно приобретенные активы, кроме необходимой для скромной жизни, не только самого члена организованной преступности, не только самого коррупционера, но и его семьи и семей близких его родственников конфискуются безвозвратно, если он не сотрудничает со следствием. Поскольку общака на всех не хватит, да он и не для этого создается, значительное количество людей окажется перед выбором – рискнуть жизнью или обречь семью на бедность. И мы видим, что критически значимая часть, даже в такой эгоистичной стране, как Америка, критически значимая часть даже преступников предпочитает рискнуть жизнью ради семьи. И это выбивает экономическую почву из-под ног мафиозных кланов. Эти меры в принципе достаточно. Ну правда, в Италии за 5,5 лет сменилось 6 правительств, но у нас тоже бывали схожие периоды, когда за 90-е дни менялось 3 правительства. Я думаю, что Россия это выдержит. Россия может не выдержать коррупцию. А вот борьбу с коррупцией Россия выдержит легко. А все остальное бесконечно обсуждаемо, носит вспомогательный характер, хотя и среди этих вспомогательных мер много полезного. Например, нужна, по примеру Сингапура, презумпция виновности при несовпадении официальных доходов и расходов семьи в чиновнику. Надо лишить чиновников возможности откупаться, как в средние века, за коррупционные преступления, то есть платить за раскрытые взятки из нераскрытых. Эту возможность подарил ворам Медведев под видом либерализации уголовного кодекса. Еще в 2009 году, как только он стал президентом, он сразу сделал огромные подарки организованной преступности. Ведь коррупция власти это не имущественное преступление. Надо просто понимать, что это преступление против государственности. Это преступление из той же категории, что и измена Родине. Да, если это в хозяйственной сфере, то можно рассматривать это как хозяйственное преступление. Пожалуйста, в фирме, в детском саду, в бюджетной организации. Но коррупция во власти это преступление против государства. Это измена Родине. Никакой возможности откупиться за это быть не должно. Необходимо пожизненно лишать осужденных за коррупционные преступления право не только занимать руководящие должности. Извините, право не только занимать государственные должности. И избираться на выбранные должности всех уровней. Даже общественные. У нас этого сейчас нет. Необходимо лишать осужденных за коррупцию право занимать любые руководящие должности. Вести любую юридическую деятельность. И преподавать общественные науки. Чтобы нас не было на юридических факультетах, как сейчас, в некоторых местах, когда студентам официально рассказывают, как правильно давать и как правильно брать взятки. Эти меры не просто резко снизят уровень коррупции. Самое главное, они лишат коррупцию системного характера. То есть сделают невозможным принятие стратегических решений из коррупционных мотиваций. Коррупция не устранима полностью, как и любой человеческий порог. Но стратегические решения не должны приниматься из коррупционных мотиваций. Вот это вот граница безопасности, к которому мы перешли достаточно давно. Нужно возвращаться в зону безопасности. Нужно сделать так, чтобы стратегические решения из коррупционных мотиваций не принимались никогда. На самом деле, снижение уровня коррупции обеспечит Россию, по сути дела, вторым бюджетом. Потому что будет колоссальная экономия на средствах, которые сейчас разворовываются на всех уровнях. Ничего принципиально сложного в этом нет. Было бы желание. Это вопрос не экономики и не респруденции. Это всецело и полностью вопрос политики. И я убежден, что с нашей с нами помощью он будет решен правильно. Просто хотелось бы, чтобы он был решен правильно по-хорошему, а не по-плохому. Но здесь, вероятно, глядя на нынешних одичалых имитаторов российской государственности на всех уровнях, возникает ощущение, что это я желаю уже слишком много. Но тем не менее, мы построим правильную Россию. Честную, нормальную, свободную и независимую. И процветающую. Просто хотелось бы сделать это в рамках действующего законодательства. Спасибо.